Около года тому назад я загорелся грандиозной идеей Замутить 12-30 дневных экспериментов На каждый месяц года я накидывал по одной практике саморазвития Вещами и сфер, которыми до этого я пренебрегал или просто не подозревал о существовании Целью было не столько желание следовать им целый год, а просто стремился попробовать что-то новенькое Доселение неиспробованное И, поверьте, наизучался я порядочно, ровно как и обосрался Я отказался от сахара Принимал ледяной душ Ё-моё, шанс Подрывался в 5 утра каждый день Всего 5 часов поспал от Анисона телепортация Медитировал по часу в день Эта муха явно собралась прожужжать мою медитацию Не, не поймал Вёл дневник Я тут как бы не страдаю, о чём писать И тут понял, что накаркал Пытался построить три привычки одновременно Давненько я не чувствовал себя так качественно Отказался от кофе 30 дней я представлял себе этот момент Мама бия Топчик Считал каждый калорий Опробовал интервальное голодание Ну давай Можно покушаться Отслеживал каждую минуту распорядка Провёл дыхательную практику Не ожидал, что это меня настолько захватит И целый месяц долбил мед Вот уже две недели я и над принимаю медамфетамин Привет, Пампси Не скрываю, уже есть дефекты Да я просто секс Я стал ещё большим задротом Вижу сквозь стены, пулясь огнём Минимализм охуе... Я никогда не долбил мед И не собираюсь На такие челленджи я не подписывался Возможно, вы не заметили, но это был не я Капитан Синбад У него свой канал на ютубе Тоже о саморазвитии И ещё раз, я не долблю мед Все озвученные эксперименты В той или иной степени эгоистичны Были направлены на улучшение меня самого Но когда я себе напоминаю Со сколькими людьми я поделился своим опытом Сколько из них попытались повторить мои эксперименты И поделились своим опытом в сети Поэтому я думаю, будет справедливо сказать Что через этот путь мы прошли вместе Испытали себя, построили новые привычки Подняли своё тяжёлое место с дивана И сделали то, на что у нас раньше не хватало Мотивации или силы воли Ледяной душ, день тридцатый Как же я счастлив, что это безобразие Подходит к концу Но я горжусь собой Горжусь, что прошёл через это И вот как пролетел год И я закончил мой последний эксперимент Я хотел бы подвести итог Всем вещам, которым я научился Выделить позитивные моменты И где оженулся Чтобы вы, друзья, не совершали таких же ошибок На своём пути Сейчас моя самая главная задача Связать все эти привычки в некую систему Чтобы призвать вас к действию В надежде помочь на вашем пути саморазвития Не раз я делал акцент на том, насколько важно Выходить из зоны комфорта Невзирая на свою лень и различные предубеждения Двигаться вперёд, развивая свой разум, своё тело И другие важные сферы своей жизни Автор телеграм-канала «52 недели одержимости» Только подтверждает мои слова Он точно так же, как и я Проводит над собой эксперименты Исключительно полезные Каждую неделю он внедряет определённые привычки И если вы хотите изменить свою жизнь в лучшую сторону Но не знаете, с чего начать Рекомендую подписаться на его канал Где автор очень структурированно В купе с очень приятным и доходчивым голосом Будет объяснять и делиться опытом внедрения новых полезных привычек в свою жизнь Но не будем забывать и про полезное влияние книг на нашу жизнь Книги позволяют перенимать многолетний накопленный опыт других людей Но вот в чём проблема Не у всех хватает времени, чтобы зарываться в книгу И шерстить её замысловатые страницы Решение, как всегда, нашлось На канале «Книги на миллион» вы найдёте выжимки Из самых полезных произведений из сферы бизнеса и саморазвития В формате короткой профессионально озвученной аудиозаписи Все ссылочки на перечисленные проекты будут в описании под этим видео 52 недели одержимости и книги на миллион В общем, рекомендую, друзья Отчётливо припоминаю, как меня терзали сомнения О целесообразности этой 30-дневной эпопеи Стоит ли заниматься этим снова, снова и снова Весь год напролёт, а потом подумал «Да пошло оно всё!» Я в деле Хотя бы посмотрим, куда меня всё это приведёт Тогда я не понимал, на что подписываюсь Не подозревал, какие испытания себе приготовлю Но сделал шаг навстречу неизвестному И это, пожалуй, самый крутой совет, который я вам могу дать Не стоит сильно доверять разуму Его взгляды на будущее – одна из самых неблагодарных затей Просто пробуйте Используйте это как мотивацию, вдохновение Чтобы зажечь в себе огонёк И врывайтесь до сели неизведанное И даже не сомневайтесь, проблемы будут Но вы будете решать их по мере поступления А задача напрямо сейчас – именно сделать первый шаг Одним из первых откровений, которые я для себя отметил В процессе построения привычек Причём, сразу же, ошибочное суждение Что если я выработаю в этом месяце привычку Ещё одну в следующем и так до конца года Я изучу и внедрю аж целых 12 новых привычек в свою жизнь Но как оно обычно в жизни бывает На бумаге всё красиво А на практике миссия невыполнима Тяжеловато придерживаться чему-то новому 30 дней подряд Но представьте, что вы начали изучать 12 новых привычек сразу же Все они накладываются и перекликаются друг с другом И так год напролёт Это абсолютно неправдоподобная затея И это собственная обратная сторона медали Как всё-таки тяжело строить привычку Но также не обошлось и без позитива Я осознал, что хорошая жизнь вовсе не нуждается в этих 12 привычках И опуская эти сантименты, перейду к изначально сказанному Тише едешь, дальше будешь Излишества пагубны Отсюда сначала лучше вырабатывать одну привычку И в этом я убедился не раз Что лучше одна привычка в месяц углублённо, чем пять и поверхностно Концентрируясь на одной правильной привычке Вы провоцируете изменения в других важных сферах жизни Если бы я стал перед выбором Прежде всего я бы выбрал тренировки Здоровое питание И ведение бизнеса И я посчитал ведение бизнеса как привычку Потому что это необходимость То, что обязан делать каждый день ответственно Отслеживать мой финансовый оборот И это оказалось лучшей инвестицией в себя Долбить эти привычки, невзирая на то, что мне было впаду Не хватало времени и прочий всплывающий неудобняк Я был судьёй самому себе и совершал короткие шажки изо дня в день И тогда я заметил пиковый рост на дистанции Не запишу это в заслуги дневника или подъёма в 5 утра Построив привычку физических упражнений на постоянной основе ещё в колледже Это поменяло меня с ног до головы Спровоцировало другие крутые изменения в моей жизни Всё свелось к простому выполнению одного действия на регулярной основе И эти три привычки мне помогли И читая комменты я убедился, что изменения коснулись и вас, друзья И я с карандашом в зубах черпал много полезной инфы из ваших комментов Внедряя большую их часть Многие из вас сказали, что подъём в 5 утра, интервальное голодание и ведение дневника Кардинально поменяло их жизни И я вам верю Но опробовав эти привычки на себе, я не ощутил колоссальную пользу от их применения Мы постоянно слышим истории людей, достигших успеха И связываем этот успех с их образом жизни и привычками Но пропускаем другую соточку немаловажных факторов Повлиявших на эту успешность Некоторые из них в нашей компетенции, другие нет Некоторые вообще вертятся вокруг удачи Другие заточены только под конкретного человека Но только не под тебя Одним из самых неожиданных открытий для меня стал ежедневный подъём в 5 утра Я был настолько убеждён, что это поменяет мою жизнь к лучшему И будет как с детской продуктивной Но это был просто тихий ужас Насилие над моим сном Блин Но как-никак это ценный урок, который поселил во мне уверенность в моём расписании Теперь я не виню себя за лень, что подрываюсь 8-9 иногда и позднее Я просто понял, что даю телу, что ему необходимо То есть сон А также усвоил, насколько я ценю гибкость Да, я люблю структурировать расписание В разрезе дней, недель Очень вариативно Просто бывают деньги, когда приходится работнуть допоздна И на утро, как следует, выспаться Вот так вот, не спорю Может подъёмы в 5 утра сработают на вас Но на мне точно не сработались Ровно как и на Натали Это определённо последнее, чем я хочу заниматься К тому же это эгоистично То есть я была вынуждена этим заниматься Потому что разделяю одну спальню с кроваткой Ты вынудил меня Втянул во всё это безобразие на целый месяц Постоянно слышу от людей одну и ту же историю А что мне надо поменять в жизни? Я топчусь на месте, мне скучно Неопределённость запа угасает Если вам это знакомо Лучшее, что вы можете сделать Встать под ледяной душ Мама бия Это шандец какой-то Ну окей, не понимаете буквально По правде говоря, сомневаюсь, что ледяной душ Это решение всех проблем Но без совета не оставлю Экспериментируйте Пробуйте новое Будьте предприимчивы Взаимодействуйте с другими людьми и их энергией Вот это точно способно помочь Главная причина, почему я стал ежедневно принимать ледяной душ Не из-за плюшек видео Снижение воспаления, восстановление мышц, лечение хронических заболеваний Я не до конца уверен, что из этого правда Причина была преодоление Так называемого флинча Так его зовёт Джульен Смит Тут речь вовсе не про ледяной душ Нет, это на уровне привычки Когда ты делаешь то, что для тебя тяжело Преодолевая один флинч за другим Мы выходим из зоны комфорта И следующие выходы будут даваться на порядок легче Как награда Что ты преодолел себя здесь и сейчас Состояние флинча отравляет нашу жизнь, ограждая от возможностей Вот я, например, жёстко флинчил в начале этого года Когда обдумывал, стоит ли мне вообще ввязываться в эту 30-дневную эпопею О том же самом я думал в начале и про этот канал, про занятия фотографией Но чем больше без раздумий мы кувыркаемся в дискомфорте Спецом ищем его, как друган мой говорит Чем чаще мы впускаем в свою жизнь возможности Тем лучше их замечаем Так может начать с ледяного душа? Я серьёзно, прямо сейчас ворвитесь в ледяной душ Я засекаю Погнали! И это был не единственный эффект, который я подчеркнул, принимая ледяной душ То же самое я испытал, когда отказался от кофе Их схожесть заключается в жёстком регулярном ограничении элемента комфорта и жизни на 30 дней Испытав это, начинаешь ценить эту вещь больше Становишься более стрессоустойчивым Я осознал, что если припрёт, я смогу прожить и без горячего душа, и без кофе Но, к счастью, я не обязан жить без кофейка Не обязан Захочу, тогда обойдусь, ёпарасаты Я и так уже это доказал Я показал вам, что это не пустые слова Так что смысл мне отказывать Не собираюсь больше Я сдохну, если ещё раз попробую Не важно, к какому элементу комфорта вы привыкли Одна из уникальных сторон человека – это адаптивность И я подтверждаю это на собственном опыте Пройдя через тернистый путь ограничения и боли Это сделало меня сильнее, как ничто другое Как однажды сказала доктор Кварвикс Сила рождается не силой Сила – это продукт нашей слабости Будьте благодарны вашим слабостям сейчас Ведь они – начало вашей силы Ровно как физическая сила может быть построена на немощном тельце Точно так же закаляются ментальные и эмоциональные силы Сталкиваясь с неудачами и проблемами Пожалуй, единственный реальный способ обрести силу – только преодоление этой боли Я рассмотрю все практические моменты построения привычек в следующем видео Но один скажу сейчас Как же всё-таки сложно повторять одно и то же изо дня в день снова Снова, 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 снова Снова, 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 снова Тяжело было себя заставлять Не сбиваясь сохранять курс на каждом из этих челленджей Мэтка очень сильно переживала Когда пропускал день И тут мне непонятно Почему? Ты такой выпендриваешься А когда пропускаешь день – жизнь моя жестянка Похоже, я просто не понимаю смысл всего этого Это больше походит на… Самодрочь Отсюда вопрос Нафига? Даже несмотря на мою отчаянную верность моим челленджам Я терпел поражение И не раз я пропускал дни Вот взять хотя бы, когда вёл дневник каждый день Сочетая это с поездками Каждый раз, возвращаясь домой уже в потёмках Я из последних сил шкрябал парочку мыслей И казалось бы Что не так-то, пишу же, значит попытка засчитана Но затем моментально подступало чувство вины за то, что халявлю Делаю всё только для галочки И всё это висело на мне тяжким грузом Создавая нездоровые настроения На всём пути я старался не осуждать себя И принимать все свои неудачи Но по-прежнему зачем-то давлю на себя Пру вперёд, даже когда это лишено смысла С одной стороны, виной тому возможная тяга создавать крутые видео С другой моей амбиции, моё стремление делать всё как-никак правильно И это происходит со мной постоянно Пытаюсь я рано подняться, построить привычку Сразу же всплывает какое-то препятствие Ты заболеешь, нарисуются поездки, отпуска По тебе долбанёт джет-лаг И тут уже не до построения привычек и рутин Это мне как напоминание, что здоровье и благополучие Нужно ставить превыше собственных амбиций и одержимости случайными челленджами Попытки объяснить мои чересчур завышенные ожидания И сильно не наседать на себя, когда что-то идёт не по плану Также стали для меня неким челленджем В конце концов, я всё так же время от времени напоминаю себе Что это всего лишь часть процесса Если я продолжаю терпеть поражение и обламываться Это нормально, в этом ничего плохого нет Это то, чему я учусь по сей день Чем старше я становлюсь, тем больше убеждаюсь, что Самодавление и идеализм, если так можно выразиться В конечном счёте Не сделаю тебя счастливее на дистанции Если вы внимательно смотрели это видео Вы заметили, что я в конечном счёте Не достиг своей цели в 12-30 дневных экспериментов Провалил один и выполнил 11 Видите ли, с самого начала года у меня не было чёткого представления Чем я буду заниматься 12 месяцев Я тогда только начал, и первые челленджи Они меня очень вдохновляли и зажигали Вроде отказ от сахара, ледяной душ, отказ от кофеина Это было прикольное развлечение для меня И после этого я начал копать глубже Находясь в поиске новых испытаний Весь год провёл в поиске и действии А сейчас, пожалуй, немного приторможу И с этой установкой отправлюсь уже в следующий год Даже если вы взяли на себя какое-то обязательство Сделать что-то и жёстко стараетесь Иногда всё-таки стоит остановиться и не впадать в крайности Или, как Сет Годин говорит, не копай себе яму Тебе правда это интересно? Получаешь ли ты удовольствие? Или это то, на что можно забить и инвестировать время В другие драйвовые интересные вам направления? Так что в следующем году я, возможно, и проведу парочку 30-дневных экспериментов Но уж точно, точнее, некуда Не в таких количествах, как было в этом Откровенно говоря, это было чёрт возьми утомительно на дистанции И из всех экспериментов, с которыми я успел за этот год поиграться К которым я твёрдо придерживался Из них отказ от сахара Впрочем, он всё ещё часть моей диеты В облегчённом варианте, конечно Дальше медитация Нет, я не медитирую каждый день Хотелось бы, конечно Но, по крайней мере, занимаюсь ей регулярно И, наконец, доскональное планирование дня Я также применяю принципы Отслеживаю свой календарь Планирую дела в 30-минутных временных отрезках Пускай я полноценно и не внедрил прям все эти привычки в свою жизнь Забегая вперёд, скажу, что Абсолютно из каждой опробованной привычки Я нашёл пищу для своего ума И тут нет определённого рецепта для успеха Кроме как постоянных и упорных попыток стать лучше И перед тем, как попрощаться Хотел бы спросить вас, друзья О ваших мыслях об этих экспериментах Какие вы опробовали на себе И какие посоветуете мне Только, пожалуйста, не предлагайте долбить мед 30 дней Меня этим не проймёшь Даже не пытайтесь зарофлить меня Друзья, подписывайтесь на канал Краймарти ТВ Ставьте лайк и прожимайте колокольчик Подписывайтесь на мои социальные сети В Инстаграме я делаю короткие анонсы предстоящих видосов В Телеграме выкладываю ссылки и разную инфу, связанную с видео Ссылки будут в описании Спасибо за просмотр Увидимся на следующей неделе